Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на одну из моих прям сегодняшних покупок. Сама прямо не могла дождаться этих духов. Думала, что я их с трудом, с горем пополам найду. Но все-таки я нашла, причем совершенно случайно. Если я не ошибаюсь, эти духи, они выпускались, как я поняла, только в Бразилии. Поэтому я думала, что будет сложно их найти. Но почему-то, зайдя в группу ВКонтакте, увидела, что люди массово закупают эти духи. И в комментариях начиталось, что это все дело продается в Литуале. В общем, у нас Литуаль. Я купила вот эти духи в нем. Также я купила граничную версию, там, Аниверсали, Фэнтези. Ну, типа те же Фэнтези, только в таком, в черном оформлении. Вот. И как бы это все такие, знаете, редкие штуки. И почему-то все в Литуале это можно найти. Не знаю, почему так, но, честно скажу, искала эти духи на других иностранных сайтах. Там какие-то бешеные деньги были, а здесь буквально 1400, и они мои. В общем, вот так. Так что, сразу говорю, если хотите, заказывайте. Я заказала мне с сайта принесли. С сайта принесли. Ну да, курьер принес. На сайте заказал, потому что не хотела искать по всем Литуалям. Вот. А вы можете посмотреть в Литуале. Говорят, там они, в принципе, есть. Если нет, то заказывайте на сайте. В общем, те, кто еще не понял, это новый парфюм. Ну, так, сравнительно новый. Вот. Недавно вышедший. Рогер Фэм. Фэнтези Бритни Спирс. Вот. Значит, это очередное, типа, развитие линейки Фэнтези. Их там уже просто уйма. И вот давайте посмотрим, как оформлена у нас сама коробочка. Таким образом, в принципе, сейчас вот коробки у Бритни стали такие худышки. Ничего такого прям примечательного. Вот. И внутри все как-то уже стабильно, одинаково для коробок в последнее время. Для Фэнтези. Так что ни на что больше что-то Бритни как-то сейчас не распаляется. Поэтому, ну, в принципе, что есть. Так выглядит флакон. Стандартное оформление Фэнтези. Тоже со стразиками. Такое... Вот здесь вот это. Такие, я не знаю, как это назвать. Ну, типа, такое вот оформление. Флакончик выглядит. Крышечка такая вот. Ну, и вот тут вот такое черное, переходящее в розовый. Интересное оформление. Вот. По поводу запаха. Честно, вот. Сейчас его пшикнула себе на руку. Сначала подумала, что-то знакомое. Но не Фэнтези. Я знаю запах Фэнтези. Он как-то для меня немножко... Немножко такой вот... Как сказать, сильный что ли. В общем, я его, если брызгаю, то немного. Потому что как-то вот мне не выдерживают мои... Вот. Обоняние. Потом я думаю, нет. Это больше похоже на Хидден Фэнтези. Потом думаю, нет. Здесь есть что-то сладкое. Это Миднайт Фэнтези. В общем, ребят, это что-то там намешанное. Я сначала чувствовала Хидден. Потом я почувствовала нотки Миднайт. В группе я читала, что тут есть кокос. Честно, не знаю насчет кокоса. Где-то я читала, что это смесь простого Фэнтези с Миднайт Фэнтези. В общем, что-то вроде этого. Но мне нравится. Я его сейчас нюхаю у себя на руке. Потому что реально я взяла флакон и чувствую, что что-то как-то вот знакомо. До боли. Может, это переиздание. Хотя я в группе читала, что это не переиздание никакого аромата. Это как бы обособленный аромат. Совершенно новый. Ну, в общем, он прикольный. Сладенький такой. Типа Миднайт, но не Миднайт. В общем, интересный аромат. Думаю, буду им часто пользоваться, потому что я люблю такие сладкие. Вот, ребят, если вы хотите, покупайте эти духи в Литуале. Думаю, они сейчас на каких-нибудь интернет-сайтах появятся. Так что берите. Они очень интересны. Надеюсь, вам понравился данный обзор. Пишите, чем для вас пахнут данный парфюм. Есть ли он у вас. Хотите ли его вы приобрести. Огромное спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok